Мы начинаем нашу работу. Третий день игры сегодня. Сегодняшняя экспертная сессия посвящена будущему, вызовам будущего, прогнозам и какому-то пониманию, как можно его использовать в нашей работе. Мы начнем с просмотра сообщения Дениса Медоуза и потом посмотрим, каким образом мы можем двигаться дальше. Я думаю, что мы подряд, наверное, слышим два сообщения, и Геннадий Владимирович Рощупкин выскорит свое мнение. Я думаю, где-то соотнося свое выступление с тем, что мы услышим и увидим, и где-то, может, его актуализируя и конкретизируя применительно к нашим реалиям. Да? Возможно. Так, начинаем? Денис Медоуз США Всемирно известный ученый в области глобального моделирования, рационального природопользования и защиты окружающей среды. Президент лаборатории интерактивного образования Университета Нью-Гэмпшира США. Почетный доктор РХТУ имени Менделеева и других университетов мира. Руководитель проекта Римского клуба «Пределы роста». Автор и соавтор более 500 научных статей и 10 книг, которые переведены на 35 языков мира. Добрый вечер. Мне очень приятно выступить перед вами. Лекция займет примерно 35 минут, а затем мы сможем обсудить ваши вопросы. Тема нашей беседы – исследование, проведенное по заданию Римского клуба. Работу выполняла моя исследовательская группа в Массачусетском технологическом институте МТИ. Было это в 1972 году. Свою роль сыграли и советские ученые, политики. Их влияние оказалось довольно сильным. Я вкратце расскажу об истории Римского клуба, о том, как проходило исследование, и какими были основные результаты. Прежде всего, давайте уточним, что вы уже знаете по теме. Моя основная задача – помочь вам подняться на следующий уровень понимания. А для этого важно уяснить, какие представления у вас уже сложились. Зрители, смотрящие эту программу по телевизору, тоже могут ответить на вопросы, которые я вскоре задам. Для глобального будущего можно представить себе два основных варианта. Первый желательный – то, что мы называем устойчивым развитием. Точного определения устойчивого развития нет, но суть в том, что человечество должно прийти к равновесию с возможностями планеты, справиться с наболевшими социальными проблемами и жить в мире. Второй вариант будущего – катастрофа, коллапс. Все, что нам дорого, все виды благосостояния, здоровья, продолжительность жизни, материальный достаток достигнут пика, а затем начнут неумолимо снижаться. Мир поддержать не удастся, и основные человеческие потребности удовлетворены не будут. Важно понимать, что либо тот, либо другой вариант станет реальностью уже на протяжении вашей жизни. Давайте посмотрим, каковы ваши ожидания. К примеру, я выберу один показатель – численность населения на планете. ООН публикует такие данные ежегодно. При устойчивом развитии этот показатель будет более-менее постоянным. А при коллапсе численность начнет уменьшаться. А теперь представьте себе, что каждый год я буду демонстрировать вам отчеты ООН по численности населения. Как вы думаете, они покажут развитие по варианту 1 или варианту 2? Задумайтесь над этим. И чуть позже я попрошу вас поднять руки, чтобы показать, каково ваше мнение. Реальная жизнь, конечно, гораздо сложнее. Но представим себе, что у нас всего два варианта для выбора. Те из вас, кто считает, что реализует вариант 1, поднимите руки. Выше поднимайте. Чтобы всем было видно. А кто считает, что нам придется столкнуться с вариантом 2? Поднимите руки. Я задавал этот вопрос в самых разных странах мира. В Японии, США, во многих странах Европы. Результат примерно одинаковый. Кто-то надеется на вариант 1, кто-то ожидает варианта 2. Голосованием такие вопросы, конечно, не решаются. Но это четко показывает, что учитывать нужно обе возможности. Именно об этом мы сегодня поговорим. На слайде приводятся основные пункты, на которых нужно заострить внимание. Будущее может привести мировое сообщество как к катастрофе, так и к устойчивому развитию. Вариант пока не определен, но важно понимать, он определится довольно скоро. Во время вашей жизни. О более отдаленных перспективах мы сегодня говорить не будем. Я могу показать, что устойчивого развития нельзя добиться за счет только технологических изменений. Нужны также социальные изменения. Необходимо научиться планировать в долгосрочной перспективе. И нужно начать понимать, как разные проблемы связаны между собой. Их больше нельзя решать по отдельности. Именно такие цели ставил перед нами Римский клуб. Международная некоммерческая организация, созданная в 60-е годы. Римский клуб финансировал проведение исследований МТИ. И это стало основой нашей работы в последующие годы. В наших книгах мы объясняли, как разные проблемы связаны между собой. На наши исследования оброшился целый шквал критики. Могу с долей цинизма заметить, что критиковали в основном те, кому текущее положение дел было выгодно. Критиковать всегда проще, чем изменить поведение. Поначалу критики побеждали. Многие годы наши исследования ругали, осмеивали, а его результаты не принимали во внимание. Но вот прошло 40 лет, и выяснилось, что глобальные проблемы никуда не исчезли. И отношение к прежним исследованиям стало уважительным. Графики на слайде показывают состояние мира. Это базовый сценарий нашей компьютерной модели. Мы работали на дне с группой из 15 специалистов, приглашенных из МТИ и Гарварда на протяжении двух лет. С 70 по 72 годы мы разрабатывали теорию о долгосрочных причинах и следствиях физического роста на планете. Под физическим ростом понимается увеличение материального потребления и рост численности населения. Мы не говорим о культуре, музыке, образовании или расширении круга друзей. Все это нематериально. Я имею в виду рост потребления энергии, воды, металлов, рост производства, продовольствия и тому подобное. Обратите внимание, графики на слайде не предсказания. Это базовый сценарий, который показывает один из возможных вариантов будущего. Левый край шкалы – 1900 год, правый – 2100. Весь период – 200 лет. Первый красный отрезок отмечает состояние мира в 72 году, когда были опубликованы результаты исследования. С того момента у нас было еще 40 лет роста. Работа с 72 года не подразумевала, что кризис наступит немедленно. Но уже тогда мы видели те же силы, что порождали рост и прогресс в 20-м столетии и приведут к очень серьезным проблемам в 21-м веке, если не пытаться на них повлиять. Наше исследование финансировал римский клуб. И нужно сказать несколько слов об истории его создания. Основатель и духовный вдохновитель римского клуба – итальянский промышленник Аурелио Печей. В 1966 году он занимался экономическими вопросами в Южной Америке, и его пригласили выступить на открытии конференции Адела – Организации по развитию стран Латинской Америки. В его речи впервые были затронуты долгосрочные проблемы. Она привлекла внимание важных людей. Проявил большой интерес Александр Кинг, генеральный директор по вопросам науки, Организации экономического сотрудничества и развития. Ведущие советские ученые тоже считали, что по долгосрочным проблемам необходимо принимать какие-то меры. Подключился президент Национальной Академии Наук США и многие другие. Они стали проводить встречи, через несколько лет составили план научных исследований, которые должны были изучать не отдельные проблемы в краткосрочной перспективе, а целый комплекс мировых проблем, имеющих долговременные последствия. Римский клуб называет это глобальной проблематикой. Итак, Римский клуб был создан в 1968 году небольшой группой людей. Он начал заниматься организацией исследований и в 1970 году обратился в МТИ с конкретной задачей и финансировал ее выполнение. Деньги не очень большие, но в те времена изучением долгосрочных проблем никто не занимался. И мы взялись за это направление. Собрали группу специалистов, чтобы провести исследования для Римского клуба. Работали два года и в 1972 году опубликовали первый доклад «Пределы роста». В Советском Союзе он ходил по рукам в самоздатовской версии. В 90-е годы книги стали переводить официально. Третье издание на русском языке готовилось с помощью ученых из РХТУ имени Менделеева. Что же показало наше исследование? К сожалению, многие его результаты толковались неправильно. Тот, кто хотел найти повод для критики, обычно заявлял, что мы предсказывали будущее, а затем говорил, что наши предсказания не сбылись. Но мы не делали предсказания, а изучали варианты. Строго говоря, мы не доказали, что физическому росту на планете есть предел. Любой ученый знает, доказать, что теория истинна, нельзя в принципе. Мы постоянно ищем ей опровержения, и пока их нет, теория считается действующей. Это очень тонкое различие, и сейчас оно доставляет массу проблем ученым, которые изучают изменения климата. Они не могут доказать, что климат меняется. Им удается лишь постоянно опровергать доводы, гласящие, что климат меняться не будет. Так что мы не доказывали наличие пределов. Мы предположили, что они есть. В общем-то, это очевидно. Планета шарообразна. В любом случае, у нее есть физические пределы, и отрицать это наивно. Мы показали, что население, промышленность не могут расти безгранично. Под промышленным ростом понимается рост потребления энергии, сырья, увеличение объемов выбросов. Мы показали, что численности населения и промышленному производству внутренне присущи стремлению к экспоненциальному росту, не по линейному, а по степенному закону. У экспоненциального роста есть характерная черта. Она очень быстро достигает высоких значений. Где бы ни находились физические пределы, система подойдет к ним очень быстро. Значительная часть нашей работы свелась к тому, чтобы показать, даже если вы удвоите запасы ресурсов, увеличите сельскохозяйственные площади и тому подобное, это не сильно повлияет на время, поскольку экспоненциальный рост очень быстро подведет вас к новым пределам. Кроме того, мы показали, что из-за длительных запаздываний в отклике система в большинстве случаев выходит за пределы, а затем начинается резкий спад. Асимптотического приближения к пределам не происходит. В этой идее нет ничего принципиально нового. Во множестве явлений вокруг можно увидеть выход за пределы и последующий упадок. Хороший пример тюльпановый кризис в Голландии в 1637 году, когда рынок рухнул за одну ночь. Финансовый кризис 2008 года, который почти парализовал мировую рыночную систему. Лопнувший пузырь на ипотечном рынке в США тоже пример выхода за пределы и коллапса. Цены на недвижимость росли и росли и росли. Все думали, что рост будет продолжаться вечно, а потом сказывается предел, и рынок падает. И это не просто спад, это неконтролируемое обрушение. Мы показали, что коллапс не просто возможен, а весьма вероятен. Сейчас понятие устойчивое развитие уже широко распространено. На эту тему написаны сотни книг, проводятся тысячи встреч, но до сих пор наша работа это единственное исследование динамики роста, описание поведения системы во времени, на конечной планете. Не случайно вторая книга, опубликованная в 70-е годы, называлась «Динамика роста в конечном мире». Когда рассказываешь про пределы, все это кажется очевидным, но, к сожалению, для многих людей наличие пределов вовсе не очевидно. Сама идея пределов вызывала волну критики, причем яростной. Мне повезло, что исследование проводилось, когда мне было 28-30 лет. У меня было достаточно времени, чтобы проверить, правы мы или ошибались. Но в те годы про нашу работу почти никто не знал. В то десятилетие на Западе происходил быстрый экономический рост. Россия оправлялась после краха социалистической системы. Людей интересовали краткосрочные проблемы. О долговременной перспективе никто не думал. Но хотя про нашу работу почти забыли, в то же время другие ученые, биологи, многие другие провели массу интересных исследований по всему миру. Они изучали самые разные проблемы. Сведение лесов, исчезновение водных ресурсов, рост вредных выбросов, увеличение пропасти между богатыми и бедными. В 90-е годы появилось много эмпирических результатов. Когда мы в 70-е годы создавали модель, она была единственным инструментом для того, чтобы изучать выход за пределы и коллапс. Наука, особенно западная, в тот момент пребывала в уверенности, что все проблемы можно решить технологически и продолжить рост неограниченно. Но фактически данные этого не подтверждали. И это заставило людей снова обратиться к нашей работе. Критика стала умереннее, и все больше людей склонялось к мысли, что, пожалуй, в исследовании было здравое зерно, что, возможно, действительно есть проблемы, которые требуют внимания. В это же время в США некоторые богатые промышленники и влиятельные экономисты прочитали нашу книгу и серьезно задумались. Австралийское государственное объединение научных и прикладных исследований наложило эмпирические точки на наши графики и отметило высокую степень совпадения. Эти графики затем перепечатало голландское агентство по оценке состояния окружающей среды. К сожалению, эмпирические точки с 70-го года до текущего времени укладываются на кривые, описывающие коллапс. Так происходит по всем графикам численности населения, использовании ресурсов и другим. Все они соответствуют сценарию, описывающему коллапс. Под конец даже популярные журналы заговорили об опасности. Журнал Time вышел с обложкой, где крупными буквами написано о глобальном потеплении и других мировых проблемах. Почему же так происходит? Люди часто задают мне этот вопрос. То, что я рассказываю, хорошими новостями не назовешь. Как изменить положение? Что можно сделать, чтобы будущее было не столь печальным? Люди ждут, что я порекомендую новую технологию или метод, а я даю другой ответ. Принципиальное отличие устойчивого развития от сценария, ведущего к коллапсу, в том, что я называю временным диапазоном. Этот период, который учитывается при планировании, при выборе вариантов действий. У каждого есть временные рамки, у правительства в том числе. Любая организация имеет период, в расчете на который она оценивает потенциальные доходы и расходы. Выбирается тот вариант, который приводит к наибольшим преимуществам при минимальных затратах, именно в этот период времени. К сожалению, этот временной диапазон почти всегда очень мал. Приведу пример. Прежде чем я вошел в аудиторию, меня попросили выключить мобильный телефон. Я ответил, у меня нет мобильного телефона. Почему? Меня интересуют долгосрочные проблемы, а все разговоры по мобильному, кто бы ни позвонил, сводятся к краткосрочным вопросам. Сколько времени вы тратите на разговоры по мобильному? В это время вы точно не думаете о долгосрочных проблемах. Вас заботит что-то краткосрочное. Россия смещается в сторону рыночной экономики, и люди, занимающиеся инвестициями, тоже имеют короткий временной диапазон. период возврата инвестиций, когда вы ожидаете, что доходы превысят вложения, очень невелик. Не знаю, как в России, но в США рассчитывают на ближайшие 3-4-5 лет, не больше. Если компания видит, что инвестиции удастся отбить только через много лет, они просто отказываются вкладываться в это направление. В 70-е годы, когда я проводил тренинги по системному мышлению, я мог пригласить главкорпорации на двухнедельный курс и посвятить все это время обучению. В 80-е годы на две недели оторвать уже никого не удавалось. Курс сжали до одной недели. Лишнего времени не было ни у кого. Сегодня в ответ на приглашение на недельный курс глава корпорации может ответить так. На неделю я приехать не смогу, лучше пришлите мне краткие выводы по курсу, по факсу. Время, которое люди готовы посвятить изучению долгосрочных проблем, катастрофически уменьшилось. Это тоже коллапс. Это серьезно ухудшает ситуацию. Ведь большинство сложных проблем, изменение климата, истощение ресурсов, численность населения, все, что приводило к коллапсу в нашей модели, в краткосрочной перспективе решить нельзя. Проблемы можно разделить на две группы. Назовем их простыми и сложными. на слайде на слайде показано схематичное представление простых проблем. По горизонтали отложено время. Слева текущий момент, справа будущее. По вертикали откладывается какой-либо показатель. В данном случае направление его улучшения вверх. Чем больше, тем лучше. Для некоторых современных проблем лучше значит меньше. Например, если у вас избыточный вес, то направление улучшения вниз. Но для благосостояния, для качества окружающей среды, для стабильности климата и многих других показателей выше значит лучше. Мы находимся в текущем положении, хотим оказаться в желаемой точке. Допустим, вы можете выбрать одно из двух действий. Действие один приведет вас в желаемую точку. Действие два даст результат гораздо хуже. Синяя вертикальная линия – ближайшая точка оценки. Для политиков это выборы, для студентов экзамены, для тех, кто худеет, ближайшее взвешивание. Это может быть что угодно, даже момент, когда друзья выскажут, что о вас думают. эта оценка – обратная связь, информация, которую вы получаете о том, как идет процесс. Для простых проблем действия, которые ведет к решению, выглядит лучше и в ближайшие точки оценки. Такие проблемы действительно проще решать. Ваши действия сразу показывают улучшения. вы их продолжаете, пока не придете в желаемую точку. Но проблемы, вызывающие катастрофу в нашей модели, ведут себя иначе. Та же диаграмма. Время отложено по горизонтали. По вертикали выше, значит, лучше. Желаемая точка там же, где была. На траектории действий другие. Действие один, которое здесь выглядит лучше в краткосрочной перспективе, приводит к значительному ухудшению в отдаленном будущем. Действие два, которое на самом деле ведет к решению в точке оценки, выглядит хуже. Приведу конкретный пример. В США нехватка энергии становится очень серьезной проблемой. Нефти остается меньше, она дороже, извлекать ее сложнее. Загрязнений при этом все больше. Мы можем выбрать одно из двух действий. Можно в краткосрочной перспективе поднять цены на энергию, увеличив налоги, что заодно стимулирует создание новых технологий и поощрит увеличение эффективности. В долгосрочной перспективе результат благотворный, но в ближайшее время состояние хуже, потому что цены выше. Либо наоборот. Можно удерживать низкие цены на энергию, какие-то затраты покрывать субсидиями, какие-то просто не принимать во внимание. Например, разрушение окружающей среды. Технологии при этом меняться не будут. Люди не станут менять привычки и продолжат потреблять много энергии. И в перспективе положение станет очень-очень серьезным. К сожалению, проблемы в системе в основном сложные. Глобальные данные это подтверждают. Вот график численности населения в мире. Данные с 1650 года по настоящее время. Красная точка 2012 год. Наша первая книга вышла в 1972 году. На графике в этом месте красная засечка. Население планеты тогда составляло 3,5 миллиарда человек. Мы писали тогда, что численность населения нужно так или иначе стабилизировать, чтобы избежать будущих проблем. Судите сами, отразилось ли наше исследование на развитии событий. В последующие годы население увеличилось даже быстрее, чем раньше. За последние 40 лет, как раз со времени первого доклада, численность возросла еще на 3,5 миллиарда человек. Настолько же, сколько существовало на Земле в предыдущие 300 тысяч лет. С 1972 года численность населения удвоилась. сейчас на планете уже более 7 миллиардов человек. Он надеется, что это очень оптимистичный прогноз, не вполне обоснованный научно, что численность лишь слегка превысит 9 миллиардов. То же самое происходит с промышленным ростом. Из-за экономического кризиса 2008 года правительство сейчас старается стимулировать рост. Долговой кризис в еврозоне тоже собираются решать с помощью экономического роста. Это единственное решение, которое пытаются применить. У японцев есть замечательная поговорка. Если твое единственное орудие молоток, тебе везде мерещатся гвозди. Для экономистов единственное орудие рост. С его помощью они пытаются решать любые проблемы. Уровень производства в 1972 году отмечен красной засечкой. Шкала по вертикали относительная. Уровень 1963 года принят за 100. А сегодняшнее значение выходит за пределы диаграммы. С 1972 года производство более чем удвоилось, но продукция на душу населения выросла совсем немного, потому что за прошедшие годы численность населения значительно увеличилась. Последние десятилетия объемы производства на душу почти не менялись. Вдобавок распределение товаров происходило неравномерно. Кто-то за последние годы обогатился, но основная масса людей продолжает жить в бедности. Поскольку оценки всегда делались в краткосрочной перспективе, на рост численности повлиять не пытались. Вместо этого старались стимулировать промышленный рост, несмотря на то, что любой вид роста приводит к очень тяжелым последствиям в более отдаленном будущем. В результате человечество вышло далеко за пределы самоподдержания планеты. пределы самоподдержания термин не имеющий точного определения, но по сути это такой уровень потребления и такая численность населения, которые планета может поддерживать неограниченно долго. или по крайней мере столь долго, что это не вызывает опасений у человечества. Если копнуть глубже, то это означает такое количество людей и уровень потребления, которые можно поддержать за счет возобновимых ресурсов. Ресурсов, которые самовосстанавливаются. Лесов, рыбы, продовольствия, которые производят сельское хозяйство, пресной воды и тому подобного. Люди, по крайней мере большинство, должны понимать, что рано или поздно невозобновимые ресурсы закончатся. Нефть, газ, медь, другие виды сырья будут истощаться, станут непозволительно дорогими и потому недоступными. На возобновимые ресурсы придется переходить в любом случае. Эта идея тоже не нова. Наш вид Homo sapiens существует на планете несколько сотен тысяч лет. Сменились тысячи поколений. Все это время, до недавних столетий, человечество жило за счет возобновляемых ресурсов. И лишь последние два-три поколения начали массово использовать нефть, газ, медь и другие невозобновимые ресурсы. Это вошло в привычку. Мы считаем, что это нормально, что так должно быть всегда. А на самом деле это положение в человеческой истории совершенно нетипично. Оно не может продлиться долго. При этом изучить все происходящие события детально с научной точки зрения очень трудно. Есть сложности и технологического плана, и понятийного, и вычислительного. Да и данные далеко не все точны. Но это не значит, что проблемы не нужно изучать. Большой шаг в этом направлении удалось сделать швейцарскому ученому Матису Ваккернагелю. Сейчас он живет в Америке. он предложил понятие глобального экологического следа. Суммарное потребление невозобновимых ресурсов он пересчитывает в эквивалентные возобновимые ресурсы и сравнивает их количество с тем, что может дать планета Земля. В результате вычислений Матис пришел к следующим заключением. В 72 году, когда вышла первая книга, мир находился на уровне 80-85 процентов от предела самоподдержания. В те годы было бы достаточно замедлить рост, и тогдашний уровень потребления и численность населения можно было бы поддерживать практически вечно. Но рост не замедлился. как вы видели по графикам численности населения и промышленного производства, человечество продолжило делать то, что дает выгоду в краткосрочной перспективе. В результате мы уже превысили предел самоподдержания в полтора раза. Вы можете спросить, как можно потреблять в полтора раза больше, чем дает планета. Но объяснение очень простое. Представьте, что вы долгое время копили деньги и клали их на счет в банки. Не расходовали, а откладывали. И тогда какое-то время вы сможете тратить деньги гораздо быстрее, чем зарабатываете. Счет при этом будет постепенно пустить. Когда деньги будут исчерпаны, тратить больше уже не получится. в глобальном масштабе мы сейчас действуем именно так. Тратим то, что было накоплено за миллионы лет. Нефть, леса, биоразнообразие, плодородная почва, пресная вода, относительно чистая и благоприятная окружающая среда. но растрачиваем эти запасы быстрее, чем они могут восстановиться. Такое может продлиться еще максимум 10-20 лет. Затем пределы дадут о себе знать. Те из вас, кто изучает экологию, наверняка заметят, что Ваккернагель пошел на существенное упрощение. Он предположил, что даже если намного превысить предел самоподдержания, то сам предел при этом не изменится. Между тем известно, что при выходе за пределы величина пределов начинает сужаться. То, что мы творим на планете сегодня, без всякого сомнения, сужает наши возможности в будущем. Удастся поддержать гораздо меньше людей, и уровень потребления будет гораздо ниже, чем сегодня. Хорошей иллюстрацией может служить концентрация углекислого газа. На графике приведены данные по содержанию диоксида углерода в атмосфере с 1960 года по наши дни. Можно верить или не верить в то, что рост концентрации СО2 вызывает изменение климата, но главное даже не в этом, а в том, что рост хотят остановить, но не получается. Концентрация продолжает расти, и этому есть четыре причины. Выбросы углекислого газа зависят от количества людей. Его нужно умножить на их жизненные стандарты, капитал на душу населения, затем умножить на количество энергии на единицу капитала и на ту долю, что приходится на энергию от сжигания ископаемого топлива. До сего момента мы уделяли внимание только технологическим факторам. энергоэффективности источником энергии и упускали из виду факторы социальные, но рост социальной части может переселить любые технические усовершенствования и концентрация СО2 продолжит расти. А ведь могло быть совершенно иначе. Мы могли бы перейти к самоподдерживающему развитию. Такой сценарий был возможен. На слайде показан один из вариантов устойчивого развития в модели World 3. Но один из ключевых выводов нашей работы состоит в том, что добиться этого за счет только технологических изменений нельзя. Чтобы будущее было привлекательным, нужны еще и социальные и культурные изменения. Нужно менять привычки, свои желания и действия. Это очень важный вопрос. В заключении лекции я предлагаю вам выполнить одно упражнение, чтобы ощутить это на практике. Его могут выполнить и телезрители. Пожалуйста, скрестите руки на груди. Посмотрите, какая рука оказалась сверху и запомните это. А теперь опустите руки. теперь снова скрестите руки. Снова посмотрите, какая рука сверху и тоже это запомните. Опустите руки. А теперь проведем научное исследование. Поднимите руки те, у кого оба раза сверху оказалась одна и та же рука. У меня было так, и я сам поднимаю руку. Практически все. Это говорит о том, что каждому удобно складывать руки каким-то одним способом. Поднимите руки те, у кого сверху оба раза была левая рука. У меня была левая, я поднимаю. А теперь поднимите руки те, у кого сверху оба раза была правая рука Итак, у кого-то сверху была левая рука, у кого-то правая Принципиальной разницы в том, какая рука, нет Важно, чтобы вам так удобно было Эта привычка помогает тогда, когда вы решаете некую проблему, для которой руки не нужны Было бы глупо 10 минут думать о том, куда деть руки, если они в этот момент не нужны вовсе У вас выработалась привычка, и вы складываете руки автоматически, не думая Именно так вело себя человечество последние сотни лет У нас сложились привычки расходовать энергию, инвестировать капитал, вести себя по отношению к окружающей среде Предпочитать какой-то размер семьи Долгое время эти привычки работали Но теперь условия изменились, и привычки надо менять Попрактикуемся в этом Скрестите руки на груди другим способом Можно сделать три замечания Они справедливы и для глобальных проблем Во-первых, это возможно Вы можете сложить руки другим способом Во-вторых, чтобы сделать это, пришлось задуматься и сделать пару неудачных попыток В-третьих, положение не очень удобно По крайней мере, поначалу Переход от сценария коллапса к устойчивому развитию возможен, если помнить эти три вещи Сделать можно, но надо подумать Научиться это делать без ошибок И поначалу будет не очень удобно Здравствуйте, меня зовут Виктор Мы знаем, что реакция на вашу книгу была очень яркая А какая реакция была на вашу книгу в России Насколько помню, первое обсуждение нашей работы за пределами Римского клуба состоялось в Москве Мы приехали в Советский Союз целой группой По-моему, в 70-м году По приглашению руководством Москвы Нас отвезли за город на правительственную дачу И несколько дней мы провели в обсуждениях С той поры я бывал в России много раз Этот приезд, наверное, уже 50-й по счету Отклик на работу со временем менялся В социалистические времена напрашивалась идея, что высшее руководство страны должно принять какие-то меры К моим предостережениям отнеслись со всей серьезностью Сейчас в России царят другие представления О том, что рыночная экономика сама со всем справится Или произойдет технологический скачок, который все решит Никто уже не считает себя ответственным за принятие конкретных мер В России к таким проблемам изначально относились серьезнее, чем в других странах Но одновременно бытовало мнение, что проблемы затронут в основном промышленно развитые страны С демократическим капиталистическим строем Сейчас Россия сама продвинулась в этом направлении Стала демократической страной с развитой промышленностью Поэтому последствия коснутся ее в той же степени Спасибо, Денис Медоузов, продолжаем нашу работу Я хотел бы спросить Есть ли какие-то здесь вопросы, которые кому-то хочется задать Желательно Медоузу Есть ли какие-то неясности То, что вам показалось непонятным, неочевидным Есть, да? Наташа, скажи, пожалуйста, что за вопрос у тебя возник Дайте микрофон Раз, раз, раз Слышно, да? Минутку, сейчас Мне оказалось непонятным, показалось непонятным, почему Денис говорит, что в Советском Союзе к его словам, к его предостережениям отнеслись якобы со всей серьезностью, но по сути ничего принято не было А почему якобы? Он так не делал Ну, он сказал, что отнеслись Почему тогда никаких действий не последовало после этого? Вот это мне осталось непонятно Нет, почему не последовало, другое дело Спасибо Он сказал правду Давайте сделаем так Конечно, я очень уважаю господина Медоуза И это замечательный доклад И я думаю, что для вас новая информация, но давайте отложим вопросы после моей презентации Может быть, те вопросы, которые возникли в процессе лекции, презентации Медоуза, они отпадут или другие возникнут Тогда я буду готов ответить Доброе утро, коллеги, я думаю, что мы уже коллеги, я поучаствовал в работе в нескольких групп Я хочу сказать, что с работами Дениса Медоуза мы знакомы давно И еще в 1980 году по приглашению профессора кафедры экологии Уральского государственного университета Комова Сергея Васильевича Он приезжал в Екатеринбург и выступал с лекциями С тех пор были прямые контакты, были обмены информацией И когда он говорил о том, что не только они разрабатывают эту тему Он имел в виду, наверное, и Екатеринбург Посмотрите, презентация называется, в принципе, вернее, в ее названии заложена и суть То есть мы имеем свой подход к решению этих проблем И имеем вариант предложить для их решения Следующий слайд Вот, наверное, на самом деле мне проще делать сегодня сообщение После вот такого обстоятельного доклада известного ученого Потому что я сразу скажу Многие вещи, которые я буду говорить в тезисном Они базируются на основе экологического мировоззрения Или экологического мышления, или системного мышления О чем говорил Медоуз И они, ну, на самом деле, воспринимаются Первый раз не очень понятно и, наверное, непривычно Но хочу сразу поздравить всех присутствующих То, что тот процесс, в котором мы сегодня участвуем Он, в общем-то, укладывается в эту Мыслить глобально, действовать локально К сожалению, до сих пор часто бывает так, что собираются в одном месте Или те, кто мыслят глобально и обсуждают Или те, кто действует локально Между собой они не всегда пересекаются А здесь собрались люди, у которых задача именно такая Мыслить глобально, действовать локально Но глобальность бывает разная И чаще всего глобальность Она в рамках своей сферы деятельности Ну, фактически, корпоративный интерес и корпоративная глобальность Ну, допустим, о чем вчера Гаврилов говорил Развитие энергетики Обсуждают представители энергетики И для них глобальный уровень Это развитие энергетики А мы сегодня ставим гораздо более высокую задачу Но экология не знает границ Это тоже всем понятно Ни региональных, ни международных Следующее Это информация о нашей организации Это тоже общественная, не правительственная, не коммерческая Организация Мы существуем с 89-го года И я сразу хочу подчеркнуть Что наша организация объединяет профессионалов-экологов В разных сферах деятельности Ну, для примера скажу, что в составе Уральского экологического союза Более 30 человек имеют ученые степени доктора-кандидата наук И есть академик и член-корреспондент Российской академии наук Ну, вот это наша и миссия, и направление деятельности Я думаю, тут всем понятно Следующее Экология человека Тут уже задавали этот вопрос Что это такое Вот постулат Человек является частью природы Это, в общем-то, ну, на сегодняшнее время Постулат неочевидный То есть для многих людей То есть для многих людей человек нечто такое Что выходит за пределы природы И с оставшейся природой он может делать все, что хочет Не считаясь ни с природой, ни с ее законами Ну и отношение к природе Вопрос мировоззрения Как себя человек видит Как, вот Алексей Евгеньевич говорил Самоопределиться Что такое человек Что такое цивилизация Ее цели Варианты развития От этого много зависит Какой человек Как он себя видит Какие цели ставит Такие будут и последствия Сегодня мы знаем, какие последствия имеют И для того, чтобы решить эти проблемы И выйти из этого кризиса Нужно перейти на экологическое мировоззрение То есть нужно сменить на самом деле Вот эти вот модели поведения Модели видения Модели мышления Следующий Это анализ сегодняшней Как бы Вот Той ситуации Современная потребительская Техногенная Цивилизация В основе которой Лежит рыночная экономика И ее законы И ее постулаты Всем прекрасно известны Мы не можем ждать милости природы Взять их у нее Наша задача То есть Мы с природой делаем Что хотим Дальше Удовлетворение Все возрастающих Материальных потребностей человека Тут я хочу сказать Что Это не только Ну как бы Западная установка На потребление Но и в Советском Союзе Была точно такая же установка То есть тоже Удовлетворение Материальных Все Потребностей человека Так вот Посмотрите Жизненные установки Рыночной Экономики Которые сегодня В прессе В информационных полях Обогащайся Потребляй Развлекайся То есть Как бы Техногенная Потребительская Ни о чем не думай Вот Это главная цель Какие результаты И причем Эти результаты Нетерпимость Конфликты Агрессия Разрушения Это и между собой Между людьми И по отношению К природе В итоге Мировоззренческие Установки Реализуются И В итоге Имеем Экологический кризис Как последствия На самом деле Это кризис Мировоззренческий Следующий Вот Этот слайд Он подтверждает Как бы Данный тезис Этот слайд Наших коллег Из Голландии Международная Неправительственная Организация Друзья Земли Здесь Вот Разделен Мир На две части Одна природная Нетронутая Другая Техногенная И Строки Нашего поэта Роберта Рождественского Они в общем-то Очень характерно Описывают Эту ситуацию Все меньше Окружающей природы Все больше Окружающей среды Теперь Подтверждение Фактов Которые Медоус Приводил То На начало 20 века Было Нарушено Тут неправильно Написано Нарушено 20% Природной Экосистемы Что такое Есть Природная система До человека Потом человек В нее Входит И начинает Что-то делать То есть он ее Нарушает А потом бывает И полностью Разрушает Так вот 20% На начало Века На конец Века Было Нарушено Уже 63% Природных Экосистем То есть За всю Историю Существования Человечества Было нарушено 20% Всего А за 100 Последних лет 43% То есть Это вот Экспонациональный Рост Промышленности Потребления Следующий Вот Это Ну Количественные Характеристики Этого процесса Сегодня Ну В среднем В год На одного Человека Приходится Ну Потребляется Примерно 50 тонн Сырового Вещества Ну Или ресурсов Но Из 50 тонн Сразу Идет 48 тонн В отходы Кто Здесь есть Металлурги Ну Там Горные Обогатители Знают Чтобы извлечь То что Человеку Сегодня Кажется Полезным Ну Вот Допустим Редкоземельные Металлы Там Золото То есть Огромное Количество Породы Перерабатывается А На выходе Ну Сотые Десятые Бывают Ну В лучшем Случае Проценты Все остальное Сразу идет В отвал И Посмотрите Сегодня Население Земли Сколько Свыше 7 миллиардов Человек Посчитайте На каждого 50 тонн Сколько Человечество Каждый год Извлекает Ну Как бы Вот Для своих Потребностей Но Это в среднем На человека Если мы Рассмотрим Вот Есть Разные Термины Характеристики Стран Ну Капиталистического Мира Кто-то Говорят Передовые Стран У нас Другой Термин Индустриально Развитые Стран Передовые В чем В разрушении Природы Да Они Передовые Там На каждого Человека Приходится 250 тонн То есть Гораздо Больше Чем Вы В среднем А в развивающихся Странах Которые Сегодня Называют Отсталыми Только 5-10 тонн Так вот Для того Что Если Обеспечить Сегодня Всем Жителям Земли Уровень Ну Потребление Природных Ресурсов Западных Стран 250 тонн Нам Уже Сегодня Нужно Еще Четыре Земли Вот Тут Уровень Потребления Которые Считаются Ну Привлекательным И Которые Все Стремятся В западных Странах Нам Нужно Сегодня Четыре Представьте Себе Китай Индия Другие Страны Населения Они Захотят Все Иметь Такой Уровень Потребления Нужно Еще Четыре Земли У Нас Их Нет Но Самый Интересный Момент Который Вот У Денниса Не Звучал Вы Знаете На Самые Насущные Подребности Людей То есть Это Питание Жилье Одежда Человечество Тратит 4-7 Процентов Природных Ресурсов Но Не Из Тех Пятидеся А Из Тех Двух Которые Оно То есть 48 Тон Выбросили Два Взяли На Приработку Из На потребление Ну вот На Наши Нужды Идет Только 4-7 Процентов Все Остальное Идет Ну вот Самый Пример Война То есть Что Люди Для себя С этого Имеют То есть Огромные Ресурсы На вооружение Потом Идет Конфликт Война Разрушение Потом Надо Все это Восстанавливать Как бы Людям От этого Не Сыднее А процесс Идет Природные Ресурсы Мы Извлекаем То есть Итог Такой Что Вывод Что мы Сегодня Имеем Природоразрушающую Техногенную Экономику Вот Это Главное То есть Она Природоразрушающая Для того Чтобы Что-то Произвести И потребить Нужно В природе Что-то Разрушить И взять Это Закон Который Мало Кто Понимает И вот Ассоциирует Для многих Пример Экологичности Как бы Правильной Жизни Это Западные Страны Вот Там У них Хорошо И Экологично С точки Зрения Уровня Потребления Природных Ресурсов Но Это Тупик И Крах Всей Цивилизации Следующий А Вот Вот Пример Кто Скажет Что Здесь Изображено Да Сразу Верный Ответ Среди Ну Как бы Людей Технической Специальности У гуманитариев Не сразу Как бы Срабатывает Да Это Кемберлитовая Трубка Это Извлекает В Якутии Выработка Алмазов Так вот Тот Тезис Который Вот 50 В среднем На человека Извлекаем И 48 В отходы Сразу Здесь Ну Практически Все Что мы Извлекаем 100% Все идет В отходы Потому что Алмазы Там Ну Сами Знаете Какую Часть Составляют И Природа Живое Существо Земля Сбалансированная Система Мы Такие Изменения Такие Дырки Делаем Ну Безвозвратно И вы думаете Что Вот такое Внедрение В природу Она Может Как бы Пройти Даром По законам Природы Последует Ну Обратная Реакция Следующий Сколько Стоит Природа Вот Этот Вопрос На самом Деле Не Вообще Ну Дискутируется Или обсуждается Только В очень Узких Кругах Потому что На сегодняшний день В рамках Рыночной Экономики Природа Ничего Не стоит То есть Вот Что-то Извлекли Сделали И продали Это Имеет Стоимость А природа Не имеет Стоимости Так Вот С точки Зрения Ну Это Оценочная Цифра С точки Зрения Вот Такого Оценочного Прогноза Разрушение Природы Человечество Обходится Примерно 250 Миллиардов Долларов В год Почему Потому что Если Отдаленные Услуги Природы Мы будем Учитывать Посмотрите Какие То тогда Получается Что На сегодняшний День Вот Природа Остается Мало Примерно В сто Раз Выгоднее Сохранить Ее Как Биосистему В которой Мы сможем Жить Чем Это Сегодня Использовать Ну Вот В экономике И Я Потом Да А еще Один Хороший Пример Вот Давайте Мы Представим Вот этот Вот Карьер Ну Предыдущий Сколько Сегодня Стоит Его Ну Восстановить Вот Вы Представите Сколько Стоит Восстановить Его До Природного Состояния Ну Во-первых Это Невозможно Потому что Для того Чтобы Его Восстановить Надо Где-то Опять Разрушить И Перевести Сюда Ну Тем Не Менее Но Представляете Сколько Нужно Восстановить Природную Среду И там Рекультивировать То есть Это Огромные Деньги Вот Вам Сколько Стоит Природа Следующее А Извините Можно Вернуться Еще У меня Есть Еще Ну Такой Более Простой Пример По Стоимости Природы Вот Давайте Представим Себе Конкретное Дерево Кедр На берегу Небольшой Реки Вот С точки Зрения Рыночной Экономики Вот Его Срубили И Получили С него Там Спички Карандаши И продали Все Давайте Посмотрим Что такое Кедр Он Живет 400 лет Он Дает Шишки Он Дает Чистит Воздух Дает Кислород На берегу Реки Он Стоит Водобаланс Вырубите Река Высохнет Воды Не будет Сколько Вот Это Вот Стоит От Одного Кедра Вот Сегодня Стоимость Там Спичек И Вот Сколько Стоит Его 400 Лет Когда Он Будет Расти Это Никто Не Считает И Вот Сейчас Уже Есть Термин Природный Капитал И Зеленая Экономика Это Наш Природный Капитал Пора Нам Понять Мы Его Тратим Накопленный Не нами Созданный Мы Его Тратим И Давайте Сегодня Это Учитывать Следующий Теперь Вот Какая Ситуация Сколько Стоит Решение Экологических Проблем Ну Вот По Оценочным Таким Сведениям Для Того Чтобы Стабилизировать Экологическую Ситуацию Ну Где-то В регионе Нужно Примерно 2% От Бюджета Для Того Чтобы Улучшать Постепенно Нужно Не менее 3% Вот Экологический Кризис Когда Осознали Западных Странах Раньше Они Тратили В том числе Япония 5-6-7% Для того Чтобы Ну Компенсировать Ущерб Который Они Прежде Нанесли Окружающей Среде Давайте Посмотрим Россию Самый Большой Показатель В 95-м Году Разговоры Это Просто Как Ну Как Позиция Ухода От Проблемы И Есть Планы Программы Но Если Нет Инвестиций Ничего Не решишь Следующий Теперь Тоже Важный Аспект Где И Как Мы Живем Вот Проводниками Сегодня Техногенные Потребительские Цивилизации Являются Мегаполисы Это Ну Техногенное Искусственное Новообразование На Ну На Природе Это Другой Взгляд На Мегаполис Чем Мы Обычно Как Видим Здесь Сосредоточено Огромное Количество Людей Природа Ну Практически Уничтожена Заасфальтирована Огромные Психологические Шумовые Энергетические Нагрузки То есть Это Очень Вредная Среда Для Человека И Иммунная Система У людей Которые Поколениями Живут В мегаполисе Она Снижается То есть На здоровье Человека Это Отражается И Вот этот Пример Мегаполиса Можно Ну Пояснить На Таком Примере Есть У нас Термин Капсулирование То есть Изолирование От Окружающей Среды От Природы Какой Вы знаете Какой Вы можете Привести Пример Полного Изолирования От Природы Сегодня Какие Примеры Полного Изолирования Космос Сразу На самом Деле Да То есть Полное Изолирование От Природы А мы Говорим Человек Является Частью Природы Он По ее Законам Тут Его Просто От Природы Отсекают И он Не является Частью Природы А является Чем-то Другим Так вот Смотрите Вы знаете Как Отбирают Космонавтов То есть Отбирают Самых Сильных Самых Здоровых Их Готовят И отправляют В космос Вот Они Там Полетали Месяц Два Они Прилетели Кто Видел Период Посадки Как Он Выглядит Выносят На руках Сильных Здоровых Крепких Людей Которые Там Месяц Два Назад То есть Они Были Полностью От Природы Изолированы Они Вернулись В каком Состоянии В Мегаполисе Ну Как Модель Помягче Но Я думаю Здесь Есть Можно Простроить Параллели Чем Больше Человек Который От Природы Тем Он Ну Как Б Вот Уязвим Следующий А Дай Минуточку Вот По Оценкам Экспертов Вписать Экологично В природу Можно Город С Населением Примерно 100 тысяч Человек То есть Вписать Так В природу Там Люди Живут Ну Достаточно От Природы Неудаленно И у них До природы Дойти Ну Или Доехать Ну Даже Дойти То есть Можно Подпитаться Восстановиться Ведь не зря Люди Вот Сегодня Любого Спросите Как Вы Любите Отдыхать Любой Человек Скажет На Природе То есть Генетически То мы Чувствуем Что Вот Здесь Там Что-то Плохо Нам Нужно Туда Нам Нужно Подзарядиться Но На Природу Конечно У Каждого Кто-то На Дачный Участок Кто-то Хочет На Гавайские Острова Но Тем Не Менее Вырваться Из Этого Города Так Вот Если Вы Живете В Мегаполисе И До Места Отдыха Больше 40 Минут То Эффекта Не Будет То То Вы 40 Минут Добираетесь От Своего Места Жительства Ну Как-то Восстанавливаетесь Потом Опять Возвращаетесь 40 Минут И Этот Эффект Стирается То Результата Почти Нет Так Вот Вписать Можно Город До Сто Тыщ Жителей Наверное Среди Вас Есть Люди Которые Понимают Термин Даун Шифтинг То Есть Люди Сегодня Которые Осознали Эти Ну Как бы Проблемы И Они Сами Делают Выбор Переселиться На Природу И Жить Гармонично С Природой И Они Создают Экологические Поселения Таких Поселений Много Особенно В разных Странах Они Есть У Нас И Ну Скажем Показать Что Есть Выбор Можно Жить Здесь Зная Объективно Но О плюсах И минусах Но Можно Выбрать И другой Вариант Следующий Так вот Мы Сегодня Сейчас До сих Пор Говорили О проблемах И Как бы Той ситуации Которая Сложилась А что Делать И Я вот На группе Экономики Там Мы до этого Дошли Небольшое Там Сообщение Делал А что Делать Сегодня Какие Есть Предложения Какие Варианты Ну Вот У Медоуза Он Показал Что Нам Нужны Менять Привычки Как бы Что Так Но Кто Поднимите Руки Кто Знает Имя Академика Вернадского Знакомо Ну Вот Замечательно Так Вот Еще В 30 Годах Наш Великий Мыслитель Ученый Академик Вернадский Я Я Уже В Адрес Дениса Медоуза Что Они Первое Начали Долгосрочные Проблемы Он Выдвинул И разработал Теорию На сферы Он Он Предполагал Что Человечество Цивилизация Современная Пойдет По этому Техногенному И будут Такие Последствия Он Это Описывал И Предлагал Вариант Решение А Вариант Решение Он Предлагал Как Создание Ноосферного Общества Иноосферной Цивилизации Что Такое Ноосфера Ноосферное Общество Иноосферная Цивилизация Это Общество Разума Разумное Общество Которое Живет В гармонии Между собой И с Окружающей Природой Это Может Быть И Локальное Какое-то Место А Он Говорил О Цивилизационном Что Нам Придется Выйти На тот Уровень Как Что Земля Наш Общий Дом И Мы Там Должны Разумную Гармоничную Цивилизацию Построить Так Вот Посмотрите Жизненные Установки Здесь Совсем Другие Чем В рыночной Экономике Там Все Конкуренты Враги Надо Бороться Быть Первым Как Бы Не Стесняться В методах Как Говорят Ничего Лишнего Это Ничего Личного Только Бизнес Здесь Совсем Другие Это Совместное Проживание Деятельность И гармоничное Отношение К природе Трудись Развивайся Помогай Другим Твори Добро Ну И в результате Диалог Взаимодействие Взаимопомощь И созидание Созидание И нового И человека И природы Тоже Восстановление Того Что мы Разрушили Если Сегодня Проанализировать А кто же Так Сейчас Живет По этим Законам Кто Понимает И кто Так Живет То Оказывается Коренные Северные Народы Реликтовые Народы Почему В первую Очередь Вот Эти Народы Кто Имеет Вариант Ответа Первый Оценочный Экономический Аспект Это Эти Народы Сохранили Свою Природу Нетронутой Они Не разрушили Понимаете Они Жили Тысячи Лет И они Не разрушили У них Своё Мировоззрение Отношение К природе И как Результат Они Эту Свою Природу Сохранили А вот Другие Народы Не сохранили Разрушили А теперь Хотят Ещё И туда Внедриться И там Разрушить Не спрашивая И таких Людей Сегодня На планете Полтора Миллиарда Людей Их считают Отсталыми Ну как бы Вот Неразвитыми На самом деле Это Хранители Тех Тех Законов Природы Тех Правил По которым Они живут Тысячи лет В гармонии С природой Нам у них Теперь нужно Учиться Общественные Экологические Организации Это тоже В общем-то То есть Наша миссия Просветительская Нам нужна Наша задача Показать Вот эти Процессы Глобальные И показать Вектор Решения Проблем Дальше Традиционные Культура Народов Земли То есть Каждая И тут Такое Есть тезис Этническая Культура Экологична То есть Культура Любого Народа Она экологична Потому что Она вписана В природу Скажите Какую Природу Какую Культуру Имеет Житель Мегаполиса Там Стираются Национальные Грани Религиозные То есть Существует Потребитель У которого Нет корней Который от природы Оторван У которого Который Нет собственной Культуры Истории Понимаете Отсюда И проблемы То есть Как может Расти дерево Без корней Дальше Экологическое Образование Просвещение Особо охраняемые Природные Территории Это территории На которых Ну Организовано Скажем так Взаимодействие С людьми Но так Чтобы это Их пребывание Не разрушило Экосистему Как раз То что Можно Неограниченно Долго Пользоваться Этой территорией Экологические Поселения И возобновляем Энергетика Это вот То что Ваша Сфера Деятельности Дальше Итак Еще важный Момент Прошу Обратить Внимание Уровни Восприятия Экологических Проблем И самого Термина Экология Дело в том Что Вот если Взять термин Экология Это наука И когда Говорят Плохая Экология Хорошая Экология Это в корне Неправильно Потому что Ну кто Говорит Плохая Физика Хорошая Физика Плохая Математика Наука Она Есть наука А термин Это Экос Знание Логос Экознание О доме А в качестве Дома Может быть Сам человек Может быть Его квартира Может быть Его дом Его город И в целом Земля Земля Наш дом Вот Это экология Глобальная Для нас Уровни Бывают Разные Здесь Я в качестве Примера Расскажу Свой Собственный Путь Как я шел От Локального К глобальному Пониманию Я в общем-то Имею Техническое Образование Я Не гуманитарий Я закончил Фистех УПИ Потом работал На предприятиях Минатома Сейчас Росатомна Потом учился В аспирантуре Защитился Занимался Наукой И Ну и все время Занимался Журналистикой Это второе Мое Как бы Сфера деятельности Так вот В конце Восьмидесятых Годов В газете На смену Сейчас ее Уже нет К сожалению Но Я В редакции Газеты Познакомился С людьми Которые Организовывали Экспедицию Чистая Часовая И они Меня пригласили Как Эксперта И как Журналиста И я Обследовал Бассейн Часовой Был Кто знает Часовой Здесь уже Они говорили Я был В Полевском В Ревде Первоуральский Староуткинский Новоуткинский И я оценивал Состояние Влияния Этого города Промышленности На состояние реки И писал об этом И считал Что я занимаюсь Экологией То есть для меня Этот термин был Новый И вот Но когда я пришел К учителям Истинным экологам Которые были Это кафедра Экологии В Ургу Институт экологии Растений и животных Они сказали Вы занимаетесь Промышленной экологией То есть вы занимаетесь Последствиями То есть есть какой-то Процесс От него Последствия Вы ими занимаетесь Но есть Популяционная экология Высший уровень Которая рассматривает Популяции И их влияние На Ну на природу На окружающую среду Есть популяция Волка Медведя Там Ну Разные И если Рассматривать Человеческое Как биологический вид Как популяцию То есть Это очень Самая вредная Популяция Которая уничтожает Все другие Все живое Загрязняет И в общем-то И все уничтожает И себя тоже К этому идет И На самом деле Чем быстрее Эта популяция Сама себя Изведет То для земли Будет легче Вот примерно Такой Циничный Как бы выход Но потом Вопрос следующий А почему Человеческая популяция Цивилизации Ведет так Почему она Выбрала Такой путь Не по другому Вот допустим И Медоус говорил Тысячи лет жили И не разрушали Природы То есть Использовали Только возобновляемое А потом Вдруг Так Разогнались Что начали Ну просто Масштабно Разрушать Природу Почему так Себя Повели Это уже Системный уровень Это вопрос О человеке Почему он так ведет Почему так Общество Цивилизация Почему это Заразительно И распространяется А это уже Философия Это экономика Социология Психология То есть Системная экология Это в принципе Знание Обо всем Потому что У человека Нет других Взаимоотношений С окружающим миром Кроме как Экологических То есть Любые Любые его цели Действия Они имеют Последствия Но разные Последствия Дальше И поэтому Вот на простом уровне Системную экологию Ну вот На понятину Можно Рассмотреть Так Это Уровень потребления Природных ресурсов Сколько мы берем Насколько Справедливо Мы их Распределяем И как мы Эффективно Используем Вот это Должно быть Ну скажем так В основе Любой Деятельности Человека И в том числе Какая бы у вас Не была группа Какая была Тема Вот эти Как бы Вопросы Я думаю Вы должны Ответить на них Следующий Я здесь Привел Ну тоже так Основные типы Общественных организаций Именно потому что Общественные Экологические Неправительственные Организации Римский клуб Тоже Неправительственная Ну как бы Организация Профессионалов Они об этом Давно Говорят Насколько вы Знаете О их деятельности Насколько их Деятельность Эффективна Насколько они Услышаны Вот Медоус Говорил Они В 72 году Доклад сделали Никто его не знал Никто не слышал Пока не пришло Время И я здесь Еще один пример Приведу Вот То что От мировоззрения Зависит Вы знаете Ну Кто изучал Историю Период Индустриализации Советского Союза 30-е годы Было другое Мировоззрение Была задача Быстро построить Много заводов И много Произвести Это была Целевая установка Она реализовывалась Так вот Тогда Когда художники Рисовали картины На которых Заводы Обсуждаем Обсуждаем Которые Говорят Общественные Организации Они Для того Чтобы Обратить Внимание К Проблему И предложить Свой Вариант Используют Самые Разные Методы В том числе И радикальные Но не для того Чтобы Обратить Обратить внимание На проблему Потому что Люди Не понимают Не задумываются Идет поток А приходится Есть разные Организации Есть местные Группы По локальным Проблемам Защищают Какой-то Участок Леса Или что-то Там Знаете Есть городские Общественные Организации Региональные Всероссийские Международные И экология Не знает Границ И мы Друг друга Понимаем И между В разных странах Экологи Общественники И мы Взаимодействуем То есть У нас есть Ну это Нельзя назвать Корпоративное Мышление Но как бы Мы обладаем Этим Мышлением Понимаем Важность Этих проблем И пытаемся Донести Важность Этих проблем До вас Ну вот На уровне Региональных Можно Привести Ну Сферы Деятельности Проблем Вернее Организации Они разные То есть Вот такие Вот Но Наша Организация Вот На этом Уровне Это экспертное Сообщество Которое Делает Свои Прогнозы И дает Вариант Решения Этих Проблем Насколько Оно Услышано Следующий Тоже Борьба Борьба За них Ну Просто Раздерутся То есть На уровне Очередных Локальных Конфликтов А может быть И глобальных Конфликтов Раздерутся Все хотят Иметь Да И для того Чтобы Эволюцию То есть Эволюционно Развиваться О чем он говорил Второй вариант Желательный Нам нужно Строить В общем-то Другое общество На других Принципах Наосферные И начинать Нужно Именно С мировоззрения С экологического Мышления Посмотрите Эта Система Как функционирует Концепция Мы уже говорили Это удовлетворение Постоянно Растущих Материальных Потребностей Вторая Мы не можем Ждать милости От природы Она Ее Как идеологию Очень хорошо Как бы Восприняли Все политические Партии За рыночную Экономику И она Реализуется В виде Природорезрушающей Экономики Понятно Да Теперь смотрим Здесь Кто знает Термин Наосфера Кто им Сегодня На уровне Концептуальном Даже владеет Я скажу Только Узкий круг Ученых Системных Экологов Я когда Еще забыл Я тоже Отношусь Себя К системным Экологам Я занимаюсь Системными Вещами И у меня Тоже нет Сотого Телефона Так вот На уровне Концепции Это узкий Круг На уровне Идеологии Мы проработали Идеологию Она есть Но она Как бы дальше Вот этого Узкого круга Не идет На уровне Политических Партий Которые Сегодня Реально Действуют Принимают Решения Берут Власть Нет Такой Партии Сегодня Которая Знает Этот термин Которая С ним Работает Только В Германии Есть Партия Зеленых Но она Строит Не аносферное Общество Она Скорее Занимается Реконструкцией Существующей Системы На уровне Экономики Это вот То что Мы приводили Кто на поле На этом Коренные Северные Народы Собохраняем Природные Территории Экологический Туризм Агротуризм То есть Это тоже В общем-то Малый Такой Процент Деятельности Экономики Так вот Вопрос На понимание Если мы Вот эти Три блока Три сектора Возьмем За сто Процентов То есть Функционирование Реконструкция И формирование Новый Как вы думаете В процентном Соотношении Как они Между собой Соотносятся Сколько Здесь Процентов Сколько Здесь И сколько Там Как Ваши Оценки Еще 90 10 0 Дальше Еще Кто Кто читал Мою статью Я прошу Воздержаться Ну вот По оценкам Экспертов Здесь Примерно 90 Процентов Здесь 7 9 Процентов Там 1 1 3 Процента Для того Чтобы нам Иметь Выход Для того Чтобы нам Иметь Вариант Будущего Нам нужно Сегодня Заниматься Формированием Вот этой Новой системы На новых Принципах То есть Переходить От Отсюда Эволюционно Сюда И здесь Эта система Не конфликтная Мы должны Самоопределиться А кто мы Какие наши Цели Задачи И где мы Находимся То есть Функционированная Существующая Система Это важная Важная Сегодня Задача И вот Когда мы Обсуждаем Сегодняшние Проблемы Энергетики Это важно Для стабильного Ну как бы Состояния Общества Это Мы не можем Сюда сразу Перескочить Всем туда То есть Нужен Постепенный Переход Эволюционный Функционирование Этим Нужно Заниматься И кто Это очень важно И нужно И в мегаполисе И промышленных Нужно Реконструкции Существующей Тоже Но без Развития Вот этого Третьего Сектора Мы не имеем Будущего Не будет Варианта То есть Это практически Сегодня Ковчег Кто занимается Сегодня Формированием Ковчега Потому что Кризисные Явления Здесь будут Нарастать И эта система Просто так Она не перейдет Вся туда Но На уровне Постановки Задачи Имейте ввиду Мы обсуждали На самом деле Вот сегодня Те два дня Вот эту Эту площадку И эту Вот в трех Группах Я пытался Ну скажем так Вот эти Ну эти Знания Вбросить Ну такие На поле Для обсуждения Но Где-то Они сработали Ну Очень мало На самом деле Это задача Задача будущего Если мы говорим О будущем О России И кстати По отношению Вот тот вопрос Медос И Россия И его прогноз На самом деле У России Самые лучшие позиции Вот в этой ситуации Потому что Мы имеем Огромную территорию Здесь Много еще Нетронутых Природных Ресурсов Мы имеем Промышленный Научный Интеллектуальный Потенциал И у нас Творческий потенциал Тут много Вопросов Конечно Есть Творческий потенциал Русского Народа Ну я имею Ввиду Россиян Очень высокий И если Будет такая Задача Будет политическое Решение Будет это Востребовано Вот как здесь Ставится задача Вот Алексей Евгеньевич Говорит Вот эта задача Там еще и не ставилась И никто не разрабатывал А давайте мы попробуем ее Вот конкретная задача Сколько человек Сегодня работает В энергетике И сколько сегодня Думают О развитии Энергетики Развитие Развитие Это будет здесь А здесь Совсем на других Принципах Но для того Чтобы это реализовать На уровне экономики Надо ведь понимать Что такое Иноосфера Сначала надо Изучить это Понимаете То есть Это И Мы называем это Процесс формирования Экологического Мировоззрения Экологического мышления И это Самое главное Потому что Если Такой человек Уже будет знать Что делать Он будет знать Законы природы У него будет Другой вектор Целеполагания Цель развития И он сможет Это Сочетить Если мы не знаем Что такое Иноосфера Что мы можем Построить Правильно То есть И в первых К любой Сфере деятельности Вы Когда приходите Сначала идет Процесс образования То есть Вы сначала Изучаете Что это такое А потом Начинаете Действовать Так вот Мы все это время Мы Занимались Тем Что изучали Формировали Идеологию Искали Поддержку Сторонников Мы ищем Сторонников По формированию Этой системы И она у нас Простроена Я хочу сказать Вот Эту систему Мы занимаемся На всех уровнях И Конкретный Пример Обычные Экологи Говорят о плохом И ищут плохое Как бы Их так воспринимают Ну Мы говорим Это мусорная экология То есть Это Чистить нужно В головах А потом Человек со светлой головой Он сделает Чище Так вот Мы проводим Уже Шестой год На Урале Экспедицию В гармонии С природой Девять субъектов Федерации От Салихарда До Оренбурга И мы там ищем А что отвечает Критериям экологичности То есть Что сегодня Работает По критериям Экологичности Ну По законам Неразрушающего Природопользования И мы нашли И мы нашли Более двухсот Примеров И они Говорим Ну И показываем И причем Эти примеры Они В промышленности В образовании В науке В энергетике То есть во всех Сферах деятельности В культуре Ну Вот мы ищем Сторонникам Для того Что Реализовать Этот проект И донести Это знание До людей Следующий Так вот Если мы говорим О наосферном Будущем О формировании Вот Основные Положения Которые Нужно сегодня Ну На этом ковчеге Реализовывать То есть Приоритеты Здоровая Чист Чистая вода Чистый воздух Чистая земля Здоровый человек Это приоритеты Ведь В той В рыночной экономике Вы знаете Связи это нет Кто больше имеет Кто обладает Не более счастлив Вы понимаете Есть люди Которые довольствуются Тем Что они есть Они счастливы Здоровые Есть семьи Семьи Здоровые дети Они живут счастливо То есть критерии Чем больше По времени Сколько еще займет Ну У меня будет Следующий Сайт и все Да Я не буду разворачивать Вот Фактически по каждому Этому слайду У меня есть Я могу Говорить Целую презентацию То есть это Тезисы Вот этого Большого Системного поля Которое Называется Системная экология Дальше А это вот Прогноз Вернадского И его критерии Когда мы Можем выйти На Сферную цивилизацию И вы посмотрите Вот эти вот Скажем так Он Это в 30-х Представляете Этот процесс И давал Ну как бы Те критерии По которым Человечество Может перейти На На Ноосферную Модель Делал Прогноз Обращая Ваше Внимание На Вот Завершающие Исключение Войн То есть Это такие Ресурсы Люди Тратят Жизни Здоровье Природные Ресурсы Потом Это все Разрушает Потом С такой же С напрягом Восстанавливает То есть Вся в общем-то Проблема Взаимоотношения Между людьми Она актуальна И в семье И здесь В любом мероприятии В любом коллективе И Международными А Это самая Главная Проблема Сможем мы ее Решить У нас Будет Будущее Но вот Тот Наосферный Ковчег Он в любом Случай Будет Только Какой Масштаб Зависит От Нас Следующий Благодарю за внимание Вот Теперь я готов Ответить На вопросы Именно на понимание Потому что Сюда Может быть Тут какие-то еще Книжки лежат Надо разобраться с ними Что с ними делать Ну что коллеги Вопросы Да Есть вопросы Пожалуйста На понимание Надежда Шимова Группа ресурсов Вот у меня два вопроса Именно чтобы понять Первый Вот Вот в этом мировоззрении Которое вы нам представили Системная экология Вот как Оценивается Научный подход Ну в смысле Научное направление На познание мира То есть это поддерживается Или наоборот Вот Как Познание мира Это хорошо Или плохо И надо это делать Или не надо Вот Естественно Как Слышно Да Нормально Как жить Не зная Окружающего И себя самого Но как бы Вот Использование Технологии Технологичности И техники Вот в этом познании Отрицается Так Почему Я так поняла Тогда Может как-то Объясните Да Ну то есть Ракету в космос Запускаем Как вы думаете До нас Люди жили Не познавая мир Познавая до какой-то Там степени Да Ну то есть Так вот именно Что Столько лет Они Познавали мир Его знали И жили в гармонии А теперь Для того Чтобы опознать Они начали Его разрушать То есть Нет Вот еще раз Причем Не все Не все А именно Какая-то часть Которая сегодня Считается Передовой И которая Фактически Реализует Свою модель И видение Развития То есть Вот я правильно Поняла Чтобы познать мир Не нужно Использовать Технику Ну как бы Или чтобы Познавать мир Не познать А познавать Не обязательно Использовать Технику И технологии Критерии По отношению Вот системной Экологии Сколько это стоит В разрушении Природного капитала Поняла То есть Какой-то процент Можно То есть цена Вопроса По отношению К природе А стоит ли нам Так познавать Мир Что мы изобрели Атомную бомбу И ее как бы Для того Чтобы нам Убедиться Что это познание Это наше знамя Но сегодня Ну как бы Неприменимо Потому что Иначе будущего Вообще нет Нам пришлось Делать обратный Ход От этого отказаться Но сколько мы Этот путь прошли Сколько мы на него положили Вот у меня еще второй вопрос Тоже Чтобы понять Вот Там Вы знаете Я плохо слышу Извините Вот второй вопрос Там я просто Из группы ресурсов И там вот был такой тезис О справедливом Распределении ресурсов А потом Вы еще Делали Ну как бы Акцент на том Что например У нас в России Вот много ресурсов Вроде как хорошо Нам легче будет И я не поняла Как бы вот Расположение Например Ресурсов Ну относительно Там Экономической карты мира Оно как-то Ну Имеет значение Имеет справедливость Тут как бы Или всем поровну Как-то вот Непонятно Дело в том Что у нас Есть подушка Безопасности А у других Нет И именно Те страны Которые сегодня Являются Передовыми У них Этой подушки Безопасности Нет Эти же ресурсы Они берут У нас Нефть Газ Мы им поставляем Если Это перекрыть У них будут Большие проблемы А вот Такой вопрос Вот такой вопрос Привыкливая Но Что значит Американская борьба За ресурсы Вы представляете Что это такое Да Какие методы Какие страны Какие интересы Вот они Борются за ресурсами Такими методами А мы не можем Весь вопрос Почему мы не можем Договориться По другому То есть ресурсов Хватает на всех Те кто здесь Сегодня живет На приличный уровень Причем Сохранение Многих вещей И технических И научных Которые мы Наработали Только Эти То что мы Наработали Пойдет Или на борьбу На войну И потом Ликвидацию последствий Или это пойдет Во благо Именно по системной Экологии Для создания Ну Условий Для человека Когда он будет жить В гармонии с природой И с другими людьми И странами Тоже Это серьезная Системная Глобальная задача Коллеги У нас есть культура Вопросов на понимание Которые требуют Короткого Ответа Да и нет И мы экономим время Работаем Час сорок уже Пользуйтесь Эффективными Средствами Коммуникации У меня два вопроса Первый Правильно ли я понимаю Что Наши экологи Считают Что Проблемы Перенаселения Для России И мира Не существует Фактически И второй вопрос Правильно ли я понимаю Что С проблемами Экологии Вы считаете Что с проблемами Экологии Можно справиться Только Уменьшая Потребление Ресурсов Но это как Последствия Вот Помните Той слайд Концепция Идеология Политика Экономика Когда это будет Сознательное Ответ Да Ограничение Ответ Да Еще вопрос Есть Соломеин Виталий Группа Генерация Правильно ли я Не слышу Правильно ли я Понимаю Что Современный Техногенный Мир Позволит Создать Внутри Себя На Сферный Ковчег Не Раздавит Хороший Вопрос Но в Принципе Вы знаете Всегда Новое Рождается В недрах Старого И Это Вот Вариант И Возможность Об этом Медаос Говорил Зависит От каждого Из нас Кто Шанс Есть Да Да Конечно Кто На Какую Сферу Деятельности Работает Сколько Людей Работает Вот В этой Системе В этом Мироззрении Именно Экологии Как Науки Вопрос Вопрос Не Является Лето Утопией Я думаю Это не место Дискуссии По поводу Термина Сферы И Не Время То Есть Вы Как Бы Не Можете Сейчас Ответить Это Не Вопрос Это Не Вопрос Вы Вы Мнение Своё Вы Высказываете В вашем Проекте Это Не Я Не Понял Вопрос Вашего Ладно Спасибо Тут Такая Есть Ремарка Она В общем Так Моей Презентации В целом Относится Один Из Моих Учителей Тоже Профессор Доктор Наук Черняев Александр Михайлович У него Очень Мудрая Была Ну Поговорка Усложнить Просто Упростить Сложно Вот То Что Мы Делали Вот Последние Эти сто лет Мы усложняли Систему Как бы И Она Сегодня На грани А чем Сложнее Система Тем Она Менее Устойчива Правильно Я понял Что Стоит Задача Перехода К Акносферному Обществу Да У вас Есть Программа Перехода К этому Обществу Да То есть Вот Те Тезисы Которые Были Поплеваны Часть Этой Программы Да Она Утверждена Так Хорошо Кто Носитель Этой Программы Кто Ее Будет Реализовывать Кто Захочет Мы Ищем Сторонников Существуют Ли Пути Реализации Этой Программы Механизмы Реализации Сложный Сложный вопрос Сложный вопрос Вернее Это вопрос Который Требует Много Времени Для того Чтобы На него Ответить У меня Видимо Не вопрос На понимание А некоторые Суждения Тогда Вот еще Вопрос А потом Суждение Час Сорок пять Работаем Я может Такую Фантастическую Немножко Проблему Подниму А считаете ли вы Приемлемым Для будущего Человечества Использовать Ресурсы Не только На земле А вне ее То есть Включить Космос В хозяйственную Деятельность Мы его Уже Загрязнили Мы и там Уже Куда мы Появляемся Мы пока Очень недалеко Просто из него Вышли А там Эти огромные Ресурсы Ну то есть Как бы Мы И землю Потребим Съедим Загрязним И туда еще Закинем То есть С нашим Мировоззрением Где человек Не появляется Вот такие Последствия Пожалуйста Вот Не вопрос На понимание Такое суждение Прозвучала мысль О том Что у России Вот есть Подушка безопасности А вот Есть другое мнение Что это Для России Чрезвычайно вредно Что у нее Есть такая Подушка безопасности Значит И это Можно подтвердить Думя примерами Значит Вот В Швейцарии Когда дети Приходят в школу Им говорят Смотрите Какая у нас Маленькая страна Ее нужно Беречь И холить И лелеять Когда у нас Дети приходят В школу Значит Им сразу говорят Смотрите Какая у нас Громадная страна У нас Его очень много И у нас Замечательно Поэтому Значит Мы так и относимся К своей стране У нас всего Всего много И на всех хватит И другой момент Значит Который подтверждает Уже На другом уровне Как бы Эту же точку зрения Значит За То время Вот Которое Если сейчас посмотреть Последнее Политическое развитие Страны Ну и экономическое Тоже Значит Присутствует мысль Что нам нужно Диверсифицировать Экономику И за последние Десять лет Доходы От нефти У нас в бюджете Возросли в два раза В процентном отношении То есть Мы стали в два раза Более зависимы от нефти При всех тех разговорах О том Что нам нужно Диверсифицировать И переходить На небезнефтяную Экономику Почему Потому что У нас нефти много И все эти разговоры Это так сказать Ну Они продолжают Оставаться разговорами А делаем мы Совершенно другое Вот И поэтому От того Что у нас такая Подушка безопасности Говорить мы будем Все тоже Что так Нам нужно Заниматься экологией И все прочее А делать будем Все то Что делали до этого Наверное В этом смысле Каха Бендукидзе говорил Нефть вредная Ископаемая Вы знаете У меня есть По этому поводу Такое Вернее Я об этом уже говорил Но хочу повторить Вот сейчас Все Все Решения Которые сегодня Выдвигаются На уровне Экономики Политики Или законодательства Они не имеют То есть они все В рамках Существующей Существующей Мировоззрения Они не имеют Будущего Они не решат Проблемы То есть Нужно начинать С формирования Нового Мировоззрения Системного Экологического И только в рамках Этого мировоззрения Эти проблемы Решаются И еще один Важный тезис Который я не заострил То есть Мы говорили Вот В первой части Техногенном Потребительском Обществе То есть Это Ну Экономическое Развитие Экономическое Потребление Есть же Я уже говорил Этническая культура Народная культура И духовность Люди ведь Не Это И самоопределение Кто такой человек Зачем он живет И вопрос Как он живет Или зачем он живет Кто задает Вот эти вопросы Это совсем разные То есть Сейчас говорят о том Как жить Вот для того чтобы Ну как Якобы было бы хорошо Нужно вот Это 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 Иметь Тогда будет Хорошо И уже ответ Да нет Многим Имеют Столько И несчастливы Им Им тоже не хорошо Если бы вы знали Их проблемы То я думаю Вы бы ужаснулись А есть Духовное развитие И именно В духовном развитии У России Алексей Евгеньевич Говорил Духовные примеры Культуры Искусства Наши писатели Наши культуры Наши святые Это примеры Духовного развития Человека Почему с них Пример не берут Почему все хотят Ну Многие хотят Потреблять Как бы не думать Ни зачем живут Ни о последствиях Тем более будущих Александр Лемех Я все-таки хотел бы Чтобы не длилась дискуссия Культура есть Вопрос на понимание Суждение Я думаю Что не надо оппонировать Просто времени Мы уже час сорок сидим Да А у нас еще есть дела Александр Лемех Вот там еще да вопрос Можно да Геннадий Владимирович Есть ли в планах Написание докторской диссертации Если да То какая будет тема Вот опять важный момент Вот тот вопрос Вы мне задали Вот на той стороне Как бы критериев Того общества Что для того Чтобы ну как бы Быть успешным Там И вопрос задан неправильно Да Нет Неправильно Да И вопрос не на понимание Там нужно защищаться Что-то такое А вот человек Который Ничего не закончил Ничего не защитил Не будем это обсуждать Давайте Не будем обсуждать Итак Если вопросы на понимание есть Мы их допустим Если нет То закончим Александр Лемех Группа ресурсы Ой Нет Не группа ресурс Еще такая другая группа Группа потребителей Собственно Я хотел задать вопрос на понимание Я правильно понял Что Собственно Ваше Вот это Экологическое Мировоззрение Выдвигает В качестве Предельного Основания Для развития территории Для развития территории Выдвигает Некую Ну вот Самосбалансированность То есть Да Да Ну то есть Просто Как и жили Тысячи лет назад То есть Исходили из возможностей Той среды В которой они живут Да То есть Есть например Концепция Скажем Кластерного развития И она говорит Что Дескать Необходимо Каждому региону Вписываться В мировое разделение труда Да И там Собственно В качестве Такого предельного Основания Выдвигается Ну условно Специализация Специализация А вы говорите Другое Вы говорите Что Самосбалансированность Я правильно понял Ну здесь Неоднозначные вопросы Неоднозначный ответ Потому что Вот То Говорите В сегодняшних Порядках Вот Есть такая идеология Она реализуется Она прогнозируется Это На базе того Мировоззрения Понимаете И вы предлагаете Опять На базе Того Мировоззрения Решить Проблему Я уже Говорил На основе Того Мировоззрения Проблему Не решишь Ну вот Я бы хотел Зафиксировать Просто То Что вы говорите Еще раз Я знаю Вот То мировоззрение То мировоззрение Оно говорит В частности Что например Если мы говорим О развитии Территории То вот Один из подходов Один из подходов Это то Что Каждая территория Должна Вписаться В мировое Разделение Труда И дескать Вот И там И все дальше А вы говорите Я так понял Другое И вы говорите Что дескать Нет Что Территория Должна Ну условно говоря Самобалансироваться И дескать Вот Опираться на ее Правильно ли я понял Говоришь ты Что Значит Этот подход Предлагает Альтернативу Другое Другое Не глобализацию А наоборот Автономизацию Да Да Точно Да И в первую очередь С точки зрения Природных ресурсов Спасибо Спасибо Я услышал Спасибо Все на этом Да у меня вопрос Денису Медоузу Я готов ответить за него Правильно ли я понял Что если мы не учимся Складывать руки по другому У нас будут большие неприятности У меня ответ Мой На вопрос Дениса Медоуза Это самая простая Задача Которую нам предстоит сделать Итак Вы ничего не скажете Про эту макулатуру И мы ее выбрасываем Ну вот видите Как относится Я несколько раз намекал К системному экологу Как бы И так Что-то еще По рыночным Критериям Что-то еще в конце хочется сказать Да Ну Я еще раз говорю Что я представляю Это мой авторский доклад Но он отражает позицию Системных экологов Ну Во всем мире И у нас есть Уральском экологическом союзе Команда Которая В общем-то работает Очень эффективно И профессионально В качестве подтверждения Я хочу Вам Продемонстрировать Журналы Сколько времени займет Демонстрация Просто Покажу Хорошо Журнал Чистая энергия Именно С точки зрения Системной экологии Мы Анализируем Существующее Извините Воды нет Существующую ситуацию И предлагаем Вариант ее решения Так вот Каждый номер Он Благодарю Каждый номер Он тематический Я хочу Чтобы вы Внимательно слушали Потому что Эти журналы Для вас Для работы Сегодня Как экспертная оценка Как информационный материал Вот Я перечислю темы Которые были Энергетика И безопасность Децентрализация Энергетики Энергетика И нефть Энергетика И ГЭС Энергетика И сельское Хозяйство С точки зрения Чистой энергии Энергетика И транспорт Энергетика И изменение Климата Климатическая Конференция ООН В Копенгагене И энергия И окружающая Среда Пособия Для школьников И два Журнала Которые Получит Каждая группа Это Энергетика И зеленое Развитие Энергетика И субсидия То есть Мы не только Говорим Мы Мы это Публикуем Распространяем Причем Бесплатно И еще Примеры Вот Алексей Евгеньевич Говорил Концептуальные Программные Вещи Кто разрабатывает Кто готов Почему нет Желающих Почему этих Вещей нет Я могу Сказать Что энергетическую Стратегию Свердловской Области Мы разработали Несколько лет Назад Опубликовали Наш вариант То есть Тоже как Римский клуб Но без Финансирования То есть Наша Общественная Инициатива Мы ее Разработали Опубликовали Разослали И Губернатору Представителю Правительства Министерства Энергетики Алексей Евгеньевич Ее получил Сразу скажу Никакого Ответа Мы не получили Вот Это Отношение К власти Как бы К неправительственной Инициативе К труду Профессионалов Которые Ну В общем-то За свои Ресурсы Сделали Такую Огромную Работу За которые Никто Не берется Другие Говорят Что надо Большие Деньги Заплатить Иностранцам Чтобы они Сделали Мы Такую Стратегию Сделали И второй Документ Низкоуглеродное Будущее Для Свердловской Области Второй Документ Опубликован Каждая группа Его получит Тоже мы Не получили Ни от Кому Также Разослали Мы даже Президенту И премьер Министру Послали От президента Мы регулярно Получаем Спасибо Получили Отдали В библиотеку Или переслали В какое-то Министерство Но хотя бы Ответ От нашего Руководства Области Министерства Энергетики К сожалению Мы Не получили Так что Вот Представители Групп Подойдите Вы получите По два Номера Позже Так Коллеги Мы с вами Проработали Два часа Это непросто Материал Непростой Мы прослушали Вот это вот Выступление Дениса Медоуза На мой взгляд Оно очень глубокое Хотя кажется Говорится Удивительно Простым языком И вроде Постые Понятные вещи Мне кажется Что это нам Очень пригодится В нашей работе Мы услышали Не просто Вот здесь вот Выступление Геннадий Владимирович Вот он приехал К нам сюда По приглашению Министерства Кстати А меня Не надо путать Личное С государственным И я считаю Это конечно Это очень Серьезный вклад В том Чтобы Использовать Нам в нашей работе Конечно Вот это Вот это Демонстрация того Что Делают люди Не по заказу Не потому что Кто-то заказал Потому что Они сами считают Это необходимым Это Ответ На мой Вопрос Вчерашний Кто Может разрабатывать Программу развития Кто ее должен Разрабатывать Отчасти Поэтому Давайте поблагодарим Геннадия Владимировича И Дениса Медонса Спасибо большое За этот Серьезный Большой Подвижнический труд Сегодня это резкость Сегодня это Ну полпроцента Может быть Но вопрос в том Что будет дальше Либо это будет Ноль Либо это будет Критическая масса 5-7-9 И далее Процентов Которые смогут Перевернуть мир Все зависит от вас Еще один момент Два даже Вернее Я скажу По нашей работе Я Хочу обратить Ваше внимание Что сегодня День прогнозов Я бы сказал так Сегодня Мы должны обсуждать Тему Что будет А скажем В перспективе Обсуждать тему Что делать Вот сегодня В том числе В выступлении Геннадия Владимирович Он не мог разделиться На два Ему надо Еще будет уезжать От нас Он У него было Два выступления Можно сказать На тему Что будет И на тему Что делать Я прошу вас Разделить Вот эти две вещи На части И сегодня Не прошмыгнуть мимо Не пропустить Прогнозную часть А надо сосредоточиться Сегодня На том На теме Что будет Прогнозы Вызовы Ближайшего Отдаленного Будущего Что с нами будет Я бы сказал Если мы ничего Не будем делать Или если мы Будем продолжать Действовать Так же Без изменения Нашей политики Наших стратегий Что будет Если При этом Держа этот материал Про себя Для поиска Ответа на вопрос Бузеров Что же все-таки Делать Но наши прогнозы Сегодня Нами должны быть Построены Не запутайте Помните Я вчера говорил Про рамки работы Расписал Да вот рамки Сегодня Это что будет Следующая рамка Это что делать Материал получен Мы и сами Где-то его имеем Да Но надо Не запутаться В этом Это первый вопрос Второй Второй момент Я понимаю Так что Неправильно Будет Тот материал Который Я запланировал Назавтра Это выступление Михаила Хазина О перспективах Прогнозе Грядущего Глобального Финансово-экономического Кризиса Относительно Завтра Но неправильно Будет еще И продолжать Я здесь Проработали Мы два часа До обеда У нас час У меня версия Такая Предложение Хочу с вами Посоветоваться Мы работаем Час В группах Во-первых Мы делимся Впечатлениями И понимаем Что отсюда Нам нужно взять Для нашей работы Надо еще Оценить Работу Прошлого дня И может быть С сегодняшней точки зрения Это будет Даже лучше Сделать Качественнее Что же у нас Существенного Вчера было сделано Что можно взять дальше Хорошо бы Чтобы кто-то Начал уже оформлять В тексте Набирать То наработанное Что надо включить И отфильтровать То что оказалось Ненужным Ложным Самим вам кажется Второстепенным Вот такую Выборку Сепарацию Из ваших результатов работы Уже с точки зрения Уже сегодняшнего дня И я предлагаю Собраться здесь После обеда Обед с 12 до часу В час И там еще Минут 40 Послушать еще Одно выступление На мой взгляд Исключительно По теме дня И может быть Это третье выступление Во-первых Мы сможем И это переварить Во-вторых Сможет нам помочь Продвинуться В разработке Наших докладов По теме дня Принимается? Хорошо Я прошу У нас сегодня Начали очень вовремя Да конечно Я думаю Что мы Выдержим Регламент И сегодня Пленум у нас Может быть Мы уложимся В 3 часа А не 4 Еще пару слов Да Да Ну Во-первых Я сегодня Готов Как эксперт Отвечать Не работать В группах А именно Отвечать На вопросы Которые Есть в группе Пожалуйста Обращайтесь Ну и еще Представители Групп Подойдите Для получения Журнал Спасибо за субтитры Спасибо за субтитры